Всем привет, с вами Кейн и сегодня у меня в обзоре Владивосток. Советский линкор 8 уровня, прокачиваемая ветка. Фишка этих линкоров в ихней живучести. Ближайшие конкуренты этих линкоров это немцы и американцы. По сравнению, количество очков боеспособности с немцами отличается на 4400 ОХП, а с американцами на 7600. Это самый высокий показатель очков боеспособности на уровне, но ПТЗ уступает французам и японцам. Но по сравнению со немцами и американцами, плюс-минус. По артиллерии все же ближе к американцам, но отличается в том, что перезарядка на 3 секунды дольше. Артиллерия здесь 9 стволов 406 мм, расположенных в 3-х трехорогийных башнях. Скорость поворота такая же, как и у американцев. Без перка это 45 секунд на 180 градусов. То есть перк мастер-нолодчик здесь необходим. Дальность здесь 16,3, но это без модификации. С модификацией будет 18 километров. Но с учетом разброса и точности, в общем, я решил не ставить это. И играю, в принципе, довольно-таки комфортно за счет близкого схождения и живучести корабля. По ПВО достаточно такое неплохое, ну, скажем так, среднее. Лучше, чем у немцев, но не лучше, чем у американцев. По маневренности, ну, довольно-таки слишком большой и не очень поворотливый. То есть циркулировать там под вражескими линкорами лучше не стоит. По маскировке тоже так себе не очень. Но, в общем, это я играю без перка на маскировку и системы маскировки модификации одним. Перки я распределил таким образом. Это же приоритетная цель. Мастер-наводчик. Основой борьбы за живучесть. Противопожарная подготовка. И затем взял уже отчаянного. После чего накопил на суперинтенданта. В дальнейшем просто планирую взять либо же маскировку, либо же усиленную огневую, дабы увеличить ПВО. Вот примерно такой билд у меня будет. По модернизации в первом слоте у меня идет основное вооружение модификация один. Во втором система борьбы за живучесть модификации один. В третьем система наведения модификации один. В четвертом система борьбы за живучесть модификация два. И в пятом слоте есть вариативность взять либо же маскировку системы модификации один. Либо систему противодействия торпеды. Это новая модернизация. И так по части геймплейной. Инкор играется от близкой дистанции. Ну, средней, близкой. Поскольку баллистика подкручена так, чтобы на дальней дистанции просто не попадать. Поэтому приходится играть на схождении через острова. И очень близко к противнику. Что, соответственно, весьма опасно. Итак, респануло нас не очень удачно. Плюс к тому, играем мы на восьмерке против десяток. Я вот это уже демонстрировал там пожарная тревога. И вот я здесь один на точке А против 5 противников. В общем, корабль достаточно живучий. Достаточно хорошо держит удар. Дабы сдержать колпу противников. Даже десятого уровня. Но суть тут в другом. Я здесь остался один. Гинненбург ушел. Москва лопнула. Обнаружен крейсер противника. И теперь прикрывать меня уже некому. Противники начнут давить. Это вопрос лишь времени. Но вопрос в другом. В том, что делает моя команда на точке С. Там их дофигища, а противников мало. И они до сих пор не могут ничего сделать. Я здесь, соответственно, долго стоять же не смогу. И уйти так же не смогу. Поэтому единственное правильное решение. Это просто стоять и сдерживать противников до тех пор, пока смогу. И вот они меня пытаются и выжигать, и продавить. Но, к сожалению, я делаю такой-таки промашки. И в общем, там, где были бы хорошие цитадели, их почему-то нету. Ну, в общем, не суть в том, что меня вот зажали. Это вот действительно реальная проблема. И я уже тут ничего не могу делать. У меня уже и сзади заходят, и спереди давят. И слева от меня тоже есть противник. В общем, то есть высунуться я просто-напросто не могу. Пытаюсь просто держать их как можно дольше. Но при этом я все-таки настрелял в неплохой домах. И настрелял даже за кидами. В общем, со своей стороны я сделал максимально, что можно было сделать на этой поре. Ну, бой я считаю, что нечестный, поскольку на восьмерке против десяток это, ну, как-то так себе. И вот они меня давят. И это уже мой финиш. Хоть и хилка, и аварийка еще одна есть. Как всегда, мне не везет с командой. И бои происходят примерно такие. Настреливаешь много, но поражение. А если победа, то тоже как-то так. В общем, спасибо всем за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Оценивайте видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи. Всем пока. И не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok